Здравствуйте! Сегодня 13 июня и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от банкир.ру Публикация на торгах в среду негативной экономической статистики во Франции и Италии разочаровала рынок. Данные по индексам потребительских цен за май месяц оказались ниже прогнозов аналитиков и предыдущих значений. На фоне довольно сильной перекупленности единой валюты инвесторы решили не рисковать и начали распродавать евро. В результате курс пары от максимального азиатского уровня 1.3334 протестировал на снижении минимальный дневной уровень 1.3266. Однако здесь валюта получила весьма существенную поддержку. Во-первых, индексы потребительских цен Испании, Португалии и Германии оказались на уровне ожиданий и нейтрализовали первоначальный негативный настрой. Во-вторых, объем промышленного производства в еврозоне, несмотря на мрачные прогнозы аналитиков и некоторое снижение показателя против предыдущего месяца, оказался все-таки на позитивной территории, вблизи полуторагодовых максимумов. И в-третьих, вердикт Конституционного Суда Германии поддержал право Европейского Центрального Банка использовать средства участников экономического союза для выкупа облигаций проблемных стран региона. Полученная информация вдохновила быков по евро на новую попытку возобновить восходящую тенденцию, в результате которой евро-доллар протестировал очередной максимум на отметке 1.3359. Позднее, на исходе торгов, пара несколько откатилась от достигнутого на подъеме максимума и завершила американскую сессию на отметке 1.3337. В нашем прогнозе на четверг предполагаем попытку пары преодолеть достигнутый на подъеме максимум 1.3369 и добраться до уровня 1.3385. Здесь мы ожидаем разворот и начало снижения курса единой европейской валюты в новом цикле нисходящего движения. При этом, если быкам не удастся продавить евро выше уровня 1.3369, снижение пары активизируется от текущих ценовых уровней. Целями снижения станут уровень дневного разворота 1.3321, а затем после его пробоя ценовые уровни 1.3283, 1.3242 и ключевой уровень поддержки 1.332. Британская статистика продолжает оказывать поддержку ценовой динамике фунта. Опубликованные вчера в ходе торгов позитивные данные по занятости и уровню безработицы в стране позволили быкам по фунту удержать восходящую тенденцию и даже передвинуть предыдущий максимум на новый уровень 1.5698. Тем не менее, торговая активность в течение всего дня оставалась довольно низкой. Инвесторы не желали рисковать, открывая новые покупки в преддверии очередного заседания Федерального резерва США по ставкам, которые состоятся на будущей неделе. Пара колебалась в диапазоне 60 пунктов и завершила торговую сессию среды на отметке 1.5678. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку пары преодолеть на подъеме уровень ключевого сопротивления 1.57 и если это удастся протестировать сильный рубеж сопротивления продавцов 1.5728 и возможно 1.5773. Далее ожидаем разворот и снижение пары к целевым уровням 1.5645-1.56 и ниже в направлении ключевого уровня поддержки 1.55. В экономическом календаре четверга Резервный банк Новой Зеландии опубликует свое решение по основной процентной ставке, а также запроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 2.5%. Сегодня же состоится пресс-конференция главы банка Грэма Уиллера и будет опубликован протокол кредитно-денежной политики банка. В экономической статистике четверга Австралия отчитается по майским изменениям количества занятых и уровню безработицы в стране, приведущий показатель 5.5%. Европейский центральный банк представит ежемесячный отчет с анализом текущей ситуации и перспектив на будущее. А в американской статистике, как обычно, выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, а также майский объем розничной торговли. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.